Дорогие друзья, я понимаю, что тяжелые три дня, и сегодня еще я уверен, что народ будет подтягиваться. Я хочу приветствовать вас от имени Евразийской Федерации Энкологии и Евразийского Платурного Фонда в этом форуме по гиперобилиарным опухолям, который мы впервые проводим по этой тематике, тематический форум. Я просто быстро за пять минут постараюсь кликать, слайд, как приключать. Поскольку здесь я вижу новые лица для нас, мы поставили это выступление, чтобы рассказать немножко о наших организациях. Евразийская Федерация Энкологии была запрещена в 60-м году. За эти шесть небольших лет мы провели уже более ста научно-образовательных проектов из семинаров, конференций и форумов в семи странах Евразийского контента. Я буду немножко перестакивать, несмотря на то, что Россия имеет в числе самых продвинутых стран по количеству врачей на душу населения. И у нас в два раза больше врачей на душу населения, чем в Соединенных Штатах. И в 50-100 раз больше, чем во многих азиатских и африканских странах. И тем не менее у нас есть свои проблемы, у нас есть проблема слишком узких специалистов и отсутствие связи между первичным звеном и узкими специалистами. Очень много проблем имеются. И уникальная система онкологической помощи, созданная в Советском Союзе, она не совсем адекватно сегодня работает. И мы имеем даже по заболеваемости, если посмотреть, да, у нас один из самых, несмотря на то, что мы все ругаем нашу статистику, мы неплохо регистрируем. Но реально, если мы улучшим регистрацию онкологических пациентов и ранную диагностику достойно, у нас должно быть не 600 тысяч новых пациентов в году, а почти миллион новых пациентов в году. Но я буду проскакивать в интересах времени, про Индию не буду сейчас говорить, потому что в Индии, на самом деле, я только на один момент остановлюсь без подробностей. Вот штат, из которого я родом, штат Тамильнару, на юге Индии, где живет 75 миллионов человек, это половина России, да, и там регистрируют сейчас 22 тысячи только пациентов. Поэтому, вернее, 55 тысячи, южные части 22 тысячи. 55 тысяч, вот если экстраполировать это на Россию, да, два раза, то есть они регистрировали бы 110 тысяч только в году. А реально должны регистрировать намного больше. Понятно, что заболеваемость в разных странах по-разному, да, но тем не менее есть очень большие пробелы. Но есть серьезнейшие проблемы в подготовке кадров и вообще в онкологии и противораковой борьбе в России и в Индии, поскольку здесь много индийцев и россиян. Я именно на этом остановлюсь. Наши обе державы, они ядерные, но, к сожалению, они не являются ядерно-медицинскими державами. И наши изотопы, радиофармпрепараты из России используются у онкологических пациентов в США, в Канаде, а в России не используются. Таких проблем очень много. И поэтому мы должны копирироваться и те пробелы, которые имеются, той уникальной системе, которую имеем, которая, к сожалению, не очень эффективна, которая неадекватно финансируется. Я не говорю слово «недостаточно», «неадекватно». Где-то перефинансируется, где недофинансируется. И не хватает неравномерного распределения квалифицированных персоналами. Поэтому еще у нас есть очень много проблем с менталитетом. Мы живем пока по понятиям, не по принципам. Поэтому вот эту статью я очень рекомендую. Тут еще один автор Панка Чатруведи здесь находится. Вот эта статья из журнала Lancet Oncology, где о вызовах противороковой борьбы Китая, Индии и России. Это 50-страничная статья, которую мы очень долго готовили и публиковали. И там изложены все проблемы противороковой борьбы в наших странах. Нам нужно готовить огромное число специалистов помимо врачей. Это невозможно в классическом нашем понимании, как в университетском образовании сегодня. Поэтому приходится очень много разных неклассических вариантов находить, чтобы готовить эти кадры. Для этого я, когда запускал эту организацию вместе со своими друзьями со всего мира, они все здесь есть, совет директоров, я не буду повторять их. Я это начинал как онкологический пациент. Я сам трижды оперировал онкологический пациент. Как вы видите, в этом мероприятии ни одной фармкомпании спонсоров нет. Также проходят у нас большинство мероприятий. Мы не против фармы, но пока мы не получаем от них, тем не менее мы все это проводим на свои деньги, на деньги пациентов и их родственников. И сегодня у нас охват в семи странах Евразийского континента, включая Венгрию. И различные у нас проходят профессор Шелихова здесь, Татьяна Тихонна Кондратьева здесь. Вот еще очень многие наши патологи, с ними уже 30 тематических семинаров по онкопатологии мы провели. Очень много разных узкоспециализированных мероприятий, образовательных проектов мы проводим. И мы сегодня дозрели до того, что мы проскочим эти вещи. Мы учредили очень много стипендий, памятных лекций, которых мы регулярно даем и даем. И про базовый курс, кому интересно, для неонкологов и молодых врачей, можете подойти ко мне, к Марии Венеминовне или к нашим помощникам на стойке. Мы вам расскажем, это уникальная связь между онкологами и неонкологами. И вот это как выглядит наша программа как атлас, программа наших семинаров по онкопатологии, где мы обсуждаем мультидисциплинарно. Последний 30-й семинар в Чебоксарах был под председателем Татьяны Тихонной, профессора Шелиховой по саркомам. И этот проект гистологика, в рамках которого мы улучшали диагностику рака в семи или восьми регионах, Мария Венеминовна может более точнее рассказать, потому что она была куратором этого проекта. Что-то медленно крутится. Сейчас я заканчиваю. Это вот в нашем базовом курсе создали, очередной будет в августе этого года. Это в честь наших учителей у нас есть стипендии. Это мой последний слайд, и передам на 4 минуты слово Марии Венеминовне о фонде. Евразийская программа с момента запуска в 2009 году, потом мы в России регистрировали авторомную некоммерческую организацию, и дальше в Европе Евразийская федерация онкологии. Сейчас создали Евразийский противораковый фонд. Вчера мы получили подтверждение от индийских властей, где мы зарегистрировали уже Евразийский совет по онкологическим исследованиям. Это для проведения копирированных исследований в области онкологии, где не только клинические исследования будут проводиться, и эпидемиологические, и популяционные, и фундаментальные, во всех, которых у нас не хватает. В каждом учреждении мы сидим со своими данными, не копирируемся. То, чего мы за 10 лет 50 больных не наберем, копирируя, за 6 месяцев можно набрать 300, 400, 500. И во время нашей жизни мы можем намного больше делать. Вот ради этого мы эту организацию создали. И дальше вот эти вопросительные знаки, это о наших новых проектах, которые в ближайший год-два будут запущены по международному образованию, и другие вещи, чтобы полноценно охватить весь спектр онкологии и целом противораковой борьбы. Благодарю за внимание, передаю слово Марии Венимею Недардек. Маша слайд здесь же, в этой же презентации. Спасибо большое, я постараюсь уложиться в 2 минуты. На самом деле, когда мы начали Евразийскую Федерацию онкологии, начали проводить образовательные проекты по онкологии для специалистов, у нас создалась по России такая команда экспертов-единомышленников, чтобы поняли, что на самом деле мы можем сделать нечто большее не только в области онкологии самой, но нечто большее для наших пациентов, выходя за рамки специалистов, которые занимаются онкологией. Почему мы здесь, в этой аудитории, хотим об этом немножко рассказать? Потому что, на самом деле, мы все больше общаемся в рамках одной специальности, а как только мы выходим за нее, то результат, на самом деле, превосходит все наши даже скромные ожидания. Мы поняли, что, на самом деле, причин и проблем гораздо больше, и основная причина – это отсутствие взаимопонимания и диалога. Причем диалога как между специалистами, так и диалога с пациентами, так и диалога с журналистами, с руководителями здравоохранения. И решать эти проблемы, к сожалению, вот просто повышая наш собственный уровень, уровень специалистов, не получается. Не переключается. Они, естественно, все проблемы есть на всех стадиях. И появился фонд, появился Евразийский противораковый фонд, некоммерческая организация, которая, естественно, как миссии фонда ставит такие суперцели достижения максимальной выживаемости, улучшения качества жизни и эмоционального состояния онкологических пациентов. Мы эти цели пытаемся достичь с разных сторон, как занимаясь какими-то общественными проектами для наших пациентов, так и по-прежнему продолжая образовательные проекты, но уже для неонкологов, для первичного звена, к которым люди приходят в первый раз. И у нас много, у нас есть семинар по онкологии для врачей неонкологических специальностей. Мы выезжаем в регионы, с нашей командой экспертов рассказываем людям, чего не стоит бояться, а чего не стоит бояться, потому что, на самом деле, врачи-терапевты, врачи-хирурги, врачи первичного звена, к которым пациент приходит, они точно так же, как сами пациенты, боятся рака и страшного слова рака, о котором они мало что на самом деле знают, и стараются этих пациентов, либо две ситуации, либо они пропускают, либо они стараются как можно больше пациентов отправить к онкологу, вот чтобы таких ситуаций не было. Мы привозим онкологов, говорим с ними, рассказываем и пытаемся как-то повысить уровень. Вот наша программа, которую мы пытаемся воплотить в жизнь для врачей, для пациентов, уже онкологических, просто для здоровых лиц. Мы проводим программы по ранней диагностике и пытаемся поддержать социально значимые проекты профессиональных сообществ, потому что, если эта инициатива идет от наших докторов, мы всегда рады ее поддержать. Например, мы много лет проводим семинары по онкоморфологии, потому что считаем, что как основа онкологии, в общем-то, много лет незаслуженно забытая или отодвинутая, существующая отдельно от онкологии, а надо объединяться, разговаривать всем вместе, морфологом, клиницистом, лучевым диагностом, и только из этого выйдет толк. Вот пытаемся проводить эту, много лет пытаемся воплотить эту программу в жизнь. Это примеры просто того, что мы проводили, это акции недели ранней диагностики рака, которые мы проводим в регионах с нашей командой экспертов. Базовый курс, который мы передали, мы проводили его в рамках ЕАФО, сейчас пытаемся передать в благотворительную организацию фактически, потому что это то, что не интересует, к сожалению, ни наши фармфирмы, ни спонсоров, ни инвесторов. Это то, во что мы готовы вкладываться, забирая потихонечку финансирование из каких-то источников разных, и в основном от меценатов. И то, в чем мы видим большой отклик, на самом деле, и даже здесь мы встретили уже много наших студентов, прошедших в разные года. Наш базовый курс, и с удовольствием вспоминающих, говорящих, что это дало дальнейшую стимуру к развитию. Это вот семинары, которые мы проводим в регионах. Это наши какие-то арт-проекты, которые мы проводили для наших уже онкологических пациентов и детей, и взрослых. Поэтому не буду долго останавливаться. Ну и вот то, к чему мы стремимся, создать такую междисциплинарную площадку, причем интегративную площадку для общения пациентов, врачей, журналистов, общественных сообществ, руководителей, потому что нам кажется, что только в диалоге это база для какого-то развития. Спасибо большое. Я только добавлю о том, что у нас, помимо наших организаций, о которых мы с Марией Венеминовной сейчас сказали, мы очень тесно сотрудничаем с различными другими профессиональными и непрофессиональными сообществами, в том числе особенно сейчас с Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй», которая была буквально в прошлом году создана. С ними у нас очень тесное сотрудничество. Фактически в каждом нашем проекте, в каждом нашем мероприятии они участвуют. Именно без участия пациентов для них мы считаем, что ничего нельзя. Надо их мнение учитывать, надо вместе с ними все делать. Это очень важно. И последнее, что я хотел добавить, тому, что Мария Венемина сказала, вот у нас в арт-проектах космонавты российские и американские места участвуют. И в наших неделях ранней диагностики мы каждый раз из 100 условно здоровых лиц, которых мы смотрим, от 4 до 6 онкологических пациентов мы диагностируем, как правило, на ранних стадиях. Спасибо.